Сегодня я вам расскажу очень-очень важные вещи о том, что на самом деле думают врачи, говорят врачи, делают врачи. 15 пунктов, которые вы просто обязаны знать, если вы хотите получать максимально возможное качество медицинской помощи. Эти вещи вы, наверное, мало где найдете, потому что это, как говорится, правда матка. Это то, что врачи никогда не скажут, но что есть на самом деле. Это то, что вы просто обязаны знать, если вы хотите оставаться здоровым, если вы хотите уметь общаться правильно с врачами, если вы хотите получать правильную квалифицированную медицинскую помощь, если вы хотите, чтобы вас не обманули, не ввели в заблуждение, и вы сами ни на кого не обижались, когда повода для этого нет. Поэтому обязательно смотрите до конца, эти 15 пунктов будут безумно вам полезны. Конечно, эти очень многие вещи никто не любит озвучивать, потому что у нас космические корабли бороздят просторы Вселенной, все сильнее всех, все выше, быстро сильнее, у всех все хорошо, замечательно, все в наличии, все в достатке, ничего не надо, у нас самая лучшая медицина на свете. Давайте будем объективными. У нас хорошая медицина, уровень ее хороший, врачи хорошие, но она не бывает идеальной, и везде есть подводные камни, о которых сегодня я вам расскажу. Пункт первый. Вас лечат тем, что есть, а не то, что вам нужно. Действительно, это так. Во многих больницах, когда вы ложитесь, и это не только Москва, это не только периферия, не надо думать, что в Москве нормально лечить, а в периферии вас будут подорожниками лечить. Нет, это может быть в каждом учреждении, потому что какой-то препарат всегда был, сегодня его нет. Перед врачом встает выбор. Вы с чем-то лежите, вас надо лечить, у вас этого препарата нет, назначить вам не могут. И врач либо к вам подходит и говорит, купите препарат, у нас его нет. Второй вариант. Он вам не скажет, он вам что-то назначит другое, хуже, либо вообще ничего не назначит, а просто этот препарат выпадет из сетки. И вы будете дольше восстанавливаться, дольше приходить в себя. Почему он вам не скажет об этом никогда? Потому что это наказуемо. Как так, в больнице чего-то нет. Или вы, представляете, окажетесь неадекватным пациентом, который скажет, ага, врач-вымогатель попросил меня купить. Знаете, сколько таких случаев есть, когда врач реально подходил, потому что действительно заботится о пациенте, и просил пациенту купить себе какой-то антибиотик, который, допустим, он сдал посев, вот пришел посев мочи, и там в посеве мочи написано, что чувствительность только вот к одному антибиотику. А в больнице именно этого антибиотика нет, есть 7 других. И ему будут давать, извините, что-то не по посеву, а вось сработает, потому что он не может подойти, потому что этот процесс заказа появления антибиотика в больнице, он достаточно такой трудоемкий, так скажем. Поэтому очень важно, на самом деле, понимать этот момент, и очень важно иметь в виду, и наладив нормальные отношения с врачом, дав понять ему, что вы на его стороне, он на вашей стороне, вот эту правду находить, сказать, док, ну там реально все есть, или там может что-то купить, как бы я все понимаю, я все понимаю, я там без вопросов, без претензий, ничего на вас не напишу, и вы в два раза быстрее поправитесь. Вас не будут травить антибиотиком, который не нужен. Вам дадут препарат ацестит, который вас вылечит. Поэтому наладьте общение с доктором, и честно поговорите, что на самом деле нужно, чего, возможно, нет. Второе. Вот это вопрос сразу затронули, что-то купить. Я знаю кучу историй, когда рассказывают, что для выполнения какой-то операции нужна какая-то дорогостоящая расходка, и с такими дикими историями приходят, что там для выполнения операции, где только нужен, по сути, скальпель, нитки больше ничего, что нужен какой-то одноразовый датчик, или нужен какой-то там лазер специальный. Вот здесь четко надо понимать, что есть врачи, которые действительно на вашей стороне, и они вам могут сказать, что у нас там лекарства какого-то нет. А есть врачи, которые шарлатаны, к сожалению, мошенники, и в любой профессии они есть. Даже в самой благородной профессии на свете есть шарлатаны, мошенники, жулики, негодяи. И для меня это не коллеги, и поэтому я могу так жестко о них высказываться, для меня это негодяи. А у негодяя профессии нет. Поэтому, пожалуйста, если вам говорят, что вам нужно какую-то супердорогую расходку купить, всегда помните, что действительно такое может быть. Действительно, может быть, нормального шоу на материала нет. Действительно, что-то могло закончиться. Но есть процент, и, к сожалению, чем дальше, как говорится, от центра в периферию, тем он выше. Что люди пытаются на вас нажиться, потому что он не может у вас вымогать денег, но он может вот таким обманом и хитростью попросить у вас деньги. Поэтому, друзья, четко помните, что иногда просьба купить – это действительно забота о вас, а иногда просьба купить – это иногда какой-то развод. Поэтому не черно-белое. Нужно четко понимать, пытаться в этой ситуации всегда разобраться. Не надо на врача сразу писать жалобу, потому что вы сегодня на него жалобу напишите за то, что он хотел вам помочь. Завтра, когда другой пациент будет страдать, лежать, мучиться, он ему не поможет, потому что он будет помнить вас. Я могу личный пример сказать. Идет у нас конференция. Я пошел в поликлинику, принял пациентку. И пациентка приходит и говорит, я своего сына лечила в одном учреждении 8 лет назад. И с тех пор какое-то осложнение пошло. У него образовалось объемное образование, где была операция. И туда, где оперировали, я пришла, нас отшили. Туда, куда я там еще пошла, нас отшили. И рассказывает, как ее называется медицинский пим-понг. Я объясняю. Слушайте, говорю, вы приходите по федеральным центрам. И, к сожалению, в федеральных центрах вот то, что вы хотите, нельзя получить, условно, бесплатно. Вам надо по месту жительства. А вы по месту жительства не хотите. Что в итоге я делаю? Я говорю, давайте так. Я не напишу в бумагах то, что у вас на самом деле, потому что иначе ничего не получится. Но мальчику я все сейчас в соседнюю комнату отведу, сделаю. Это было в 2015 году. Я завел его в комнату под ультразвуком, проколол это образование, откачал. Мальчик похудел на 25 килограмм. Он не мог выровняться, потому что это образование настолько давило на панемброз. И постоянно была температура 37,5-38. В итоге из кабинета я уже мальчика забираю. Он выровнялся. У него все хорошо. Он сел, говорит, мама, мне так хорошо. Мне вот первый раз за столько времени. Я прям, спасибо, доктор. Я сижу и говорю, вы знаете, говорю, просто врачи боятся идти вам на встречу, потому что, говорю, люди разные есть, вам сделаешь добро. Но, говорю, я откачал, может быть, я не все откачал. Приезжайте, говорю, в субботу, я в частной клинике принимаю, и я вам бесплатно сделаю там ультразвук. И если нужно будет, я еще откачаю. И, слава богу, там медсестра была. То есть я сказал, что это бесплатно, ничего не надо. Все, попрощались, парни руку жму. 20 минут проходит, мне звонят, говорят, а ты что там наделал? Я говорю, а что, да там у кабинета замдиректора стоит, орет, что ты там заманиваешь в частную клинику. То есть, представляете, я ее там выцепил, прихожу, говорю, как вам не стыдно, говорю. Я единственный человек, который к вам спиной не повернулся за столько лет. Единственный, и вы мне нож в спину воткнули. Как думаешь, что она делала? В ответ, что она мне сказала? Она мне сказала, зато я добилась своего, меня сегодня положат. То есть, мальчика положили, ничего не сделали, потому что сказали, что откачали, все правильно, молодец, все вот через скандал. Вот так бывает. И я ей сказал, вы знаете, говорю, вот из-за таких людей, как вы, которые за добро платят злом, в следующий раз я сто раз буду думать, помогать или не помогать. И вот эти ситуации, и два первых пункта очень важные, поэтому я эту историю привел. Не всегда врач плохой, когда вам это кажется, и не всегда врач хороший, когда вам это кажется. И наоборот, поэтому включайте голову. Есть какой-то индикатор, как можно обратить внимание, что это реально нужно доплатить что-то там? Или не нужно? Какой-то советный фраг как-то? Супер дорогое, скорее всего, вас никогда не будут что-то покупать, просить, когда там, знаешь, сотнями, тысячами, когда вопрос стоит о какой-то онкологической операции. У нас достаточно, вот мы работаем в федеральном центре, и у нас все есть. Все есть. Ну, крайне редко какой-то расходный материал нужен. Если без этого нельзя сделать операцию, логично направить туда, где это есть, и где можно прооперироваться. А истории, когда говорят, что какая-то хитрая операция, делать только в одной клинике, в Чехии, там, в специальном месте, это насколько реально? Вот такие истории. Нереальные, Саша. Нереальные. 99,9% операций, которые существуют сегодня в гайдлайне, я не знаю, у меня книга есть. Вот есть клинические рекомендации, например. Они не очень свежие эти, вот, они выходят каждый год. Ну, каждый год они выходят, переводятся на русский язык, здесь список авторов. Алгоритмы, которыми мы пользуемся, они не нами придуманы. Это статистика тысяч учреждений, тысяч мировая статистика, которые каждый год обновляются. И там написано, как. И все лечат так. Поэтому, когда кто-то тебе рассказывает, что здесь отказали в операции, умирающему пациенту, а мы сейчас спасем, они просто, как пауки, знаешь, из жертвы высасывают последние деньги, и в итоге заканчивается ничем. Поэтому я категорически противник вот этих историй. Давайте насоберем, там последний шанс дает. Ничего хорошего. Это просто человек последний месяц жизни проведет не с близкими, не с родными, а загонит семью в долги и умрет на больничной койке, вдали от Родины. А потом еще собирать будут, чтобы этот гроб вернуть. Таких историй полно. Такой волнующий многих вопрос. А правда, что врачи назначают лекарства, которые производители платят какой-то процент, и там какие-то контракты есть? Конечно, есть. Есть даже врачи, которые говорят, вот здесь купите, вот ссылочка, вот там купон на скидку, или в этой аптеке купите. И это не только какие-то там дешевые лекарства, это и дорогие лекарства. Был же недавно скандал, Саша, дорогие онкологические препараты для лечения онкологических заболеваний, которые люди покупали в аптеке или где-то там на сайте, я не помню. И когда их пробили по QR-коду, или честный знак, не помню, как система называется, но, в общем, оказалось, что эти препараты, они должны были быть в какой-то государственном учреждении, прокапаны или выполнены. И по факту, по бумагам, я так понял, что они кому-то были назначены, кому-то сделали. Вопрос. Кому-то прокапывали воду, а это где-то появилось. То есть, была эта история, муссировалась в СМИ, что вот да, даже в государственном секторе вот такие-то вещи случаются. Плохие люди есть везде. Плохие люди есть везде. Абсолютно. Как различить, что врач реально рекомендует то, что нужно, а не то, что там где-то контракт какой-то? Я произвожу собственные БАДы, например. Кстати, ссылочка на витамины ИПСОН под этим видео. Но я никогда их не рекомендую. Вот кто был у меня на консультации, они не дадут соврать, что практически никогда я не говорю там это ИПСОН, это ИПСОН, это ИПСОН. Хотя я знаю, и мне говорят, а почему ты не рекомендуешь, у тебя же крутые. Ну, как-то вот я не хочу, чтобы это было, знаешь, ощущение. Я и так этого не делаю. И мне иногда приписывают какие-то вещи, недалекие существа из блогосферы. Но я даже свои витамины, витамины не рекомендую, чтобы как раз вот эти вещи сбежать. И поэтому, что когда человек ко мне приходит и будет лечить серьезный недуг, мне кажется, если ты будешь какую-то аптеку конкретную рекомендовать, где он препарат серьезный, дорогой будет покупать, сразу вопросы. Я думаю, что доктор не должен. Либо иногда у меня бывает, я знаю, что препарат этот невозможно найти, ну, сложно. И потому что он там не завозится, еще какие-то проблемы. Я говорю, вы поищите сами, чтобы вы не думали, что у нас какая-то интересует. Я могу как бы дать контакт, где там что. Вы сами попробуйте. И вот если он там реально сам не может найти, пробует, я там подскажу. А так нет. Вам никогда не скажут, я не умею. Почему? Как думаешь? Во-первых, эго. Врач – это человек с синдромом Бога очень часто. Представляете, вы к нему приходите, сидит какой-то светило, профессор, и говорит, что извините, я не знаю, что с вами. Или извините, я эти операции не делаю. Ну, как он это такое скажет? Ему же интересно, чтобы пациент в учреждении остался. И он что предложит? Либо скажет, здесь обязательно нужна только открытая операция. Будет вас убеждать, что лапароскопическая резекция почки – это ерунда. Что вот через эти три прокола опухоль невозможно убрать. Что это все там от лукавого. Что надо скальпелем, по старинке. Хочешь хорошо – делай скальпелем. Вот эти все истории – это бред. Помните, что если вам где-то в одном месте говорят, что вот вы пришли на какую-то конкретную операцию, понимаете, как везде это положено. Вы должны понимать, что всегда можете наткнуться специалиста, который не скажет правду, будет пытаться всякими способами удержать вас в учреждении. Не знаю почему. Поэтому иногда, если вопрос стоит о какой-то сложной, тяжелой операции, получите второе мнение. Оно никогда не будет лишним. Пункт 4. Вам предложат не самое лучшее, а то, что есть. Я приведу на примере лечения рака предстательной железы. Ко мне приходит пациент молодой. Один вид лечения. Ко мне приходит пациент 80 лет. Другой вид лечения. Иногда даже ничего не лечим, а просто назначаем препараты. То есть подход индивидуальный, потому что нет золотого стандарта. Есть идеальный подходящий способ лечения конкретно под вас. И представьте, вы привели ко мне свою дедушку, у которого 70 лет, у которого больное сердце, у которого болят суставы, у которого больная печень. Естественно, я говорю, слушайте, но взвесив все за и против, мне кажется, ему лучше всего вылечить рак простаты с помощью брахиотерапии. Это имплантация радиоксинных зерен через проколы, по сути, под местной анестезией. И он на следующий день от нас уйдет уже здоровый. Он говорит, а слушайте, а я вот и часто так бывает. А я, говорит, вот был в учреждении, мне говорят, что только удаление. А я говорю, а где вы были? В том учреждении, там называют. Я говорю, а вы поинтересуйтесь, какие методы лечения есть в этом учреждении? И они начинают перечислять, что там есть только хирургия, и все. Я говорю, вы понимаете, вы пришли ко мне, у нас есть лучевая терапия, у нас есть лекарственная терапия, у нас есть хирургия открытая, лапароскопическая. И я не выбираю то, что у меня есть. Здесь послойство такая замечательная, когда в руках молоток, все кажется гвоздем. Я не выбираю то, что я хочу, вот у меня есть один инструмент, и я хочу им все прооперировать и рассказывать, что вот только это, а все остальное не работает. Я понимаю, что этому надо облучение, этому нужно барахитерапия, это вообще трогать не нужно. Здесь нужна лекарственная терапия, а тут лапароскопическая операция или открытая. И я выбираю, что подходит. Когда у вас один метод, опять-таки, вот этот принцип прошлый, что я не могу, он не скажет, или что есть возможный метод лучше, но если я вам его порекомендую, вы уйдете в другое учреждение. Поэтому очень важно второе мнение. И очень важно, сейчас информации много в доступе, есть даже стандартные лечения Минздрава, которые в открытом доступе. Вы можете сами посмотреть, как Минздрав рекомендует лечить данную болезнь. Какие способы? И придя на прием подготовленный, спросите, а вот есть такой способ и такой, а почему вы не предложили? А у вас он есть? Самый главный вопрос. Например, у зрителя есть выбор. Вот хочет он пойти к урологу на прием. Есть две клиники. Ну, вот такой выбор, что здесь это клиника доктора Геонова, небольшая, чисто уролог. А другое, такая большая сетевая клиника, где много-много-много врачей, урологов, где более вероятно к нему лучше отнесутся, там, где большая клиника и много-много всего есть, и все в одном здании, либо где вот частная маленькая, но вот одного одного врача. Я понял. Ты знаешь, когда я начинал свою хирургическую деятельность, и когда я начинал свою медицинскую деятельность, образование свое получать, медицинское, извини меня, это уже прошло больше 20 лет, как я пришел в медицину. Вот я в медицинский университет поступил в 2002 году. И тогда считалось, особенно в нашей стране, что если ты крутой спец, ты работаешь в госучреждении. А если ты не удался как спец, ты идешь в частную клинику. И в частной клинике, извините, там обрезания делают, варикоцели какие-то, маленькие операции, а в государственной только сложные. Сейчас нет. Сейчас очень тесно идет конкурентная борьба и очень много крутых учреждений. И сейчас за пациента борются. И сейчас хороший специалист есть и там, и там. Финансирование есть и там, и там, и сейчас государство, и частные клиники, они прям так, знаешь, да, то есть это уже времена уже не те, что крутое это только государственное, а частное это плохое. Не всегда, не всегда. Есть очень хорошее учреждение. Пункт 5. У врачей, как и у гаишников, есть план. Так называемые палки. И это очень важно понимать, потому что иногда вы, когда приходите к врачу, простой пример приведу киста. Консультировал пациента 3 дня назад. Он говорит, мне предложили, частную клинику называют, мне предложили операцию кистопочки. Лапароскопически надо удалять. И он такую фразу сказал, любой вам скажет, что вот вариантов не удалять или не делать нету ничего. Он мне снимки показывает, я смотрю описание, думаю, что тут оперировать? Тут оперировать нечего. Я говорю, ну с ним, вы, говорю, мне диск пришлите, я посмотрю диск, может быть в диске что-то другое. Он мне присылает диск. Я смотрю диск, тумаю, ёкарный бомбарик, ну что это такое? Где там, там показаний к операции нет вообще никаких. То есть я смотрю, обычная киста, первого типа, я говорю, не надо ничего делать. То есть вас могут желать прооперировать, потому что хотят заработать, потому что хотят поучиться на вас, потому что молодой хирург. И третье, план есть, особенно в государственных учреждениях, что надо вот таких операций, да, действительно есть план, выполнить за год столько-то. Ты попробуй одну не сделать. И очень часто я вижу, как особенно учреждения, где есть проблемы с пациентами, поэтому лучше в хороших учреждениях, где большой поток оперироваться, они, чтобы этот план выполнить, иногда делают операции, которые не нужны. Аппендицит, которого нет, я не знаю, ну такой грубый пример. Киста, которая, в принципе, вы будете с ней жить и жить еще 50 лет, и она ничего не приведет. А так, в итоге, вас подвергают риску наркоза, анестезии, там, и хирургических осложнений. В частных клиниках это финансовый какой-то план, поэтому они нацелены на максимум, чтобы анализов сдали максимум, людей прооперивать в государственных. Это количество определенных видов операций, это тоже есть, к сожалению. Как перестраховаться? В разные места сходить на прием? Приходите в ФГБУ РЦР, в наше учреждение. Мы так не делаем. Там же очередь будет. Пусть приходят. Ничего, мы никому не отказываем. Поборами не занимаемся, лечим качественно, круто, по европейским протоколам. Все спектры операций, которые существуют, там, мамология, гинекология, проктология, ну, все, хирургия, ну, абсолютно все есть, в принципе, в нашем учреждении. Только нет, наверное, кардиохирургии, и нет пока нейрохирургии. Все остальное лечим. Поэтому, если у вас кто-то заболел, в ФГБУ РЦР, ссылочку, наверное, оставлю тоже на наш сайт. Приходите. Пункт шестой. Могут лечить не то, что надо. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что врач всегда, это последняя инстанция. И что раз врач сказал, что у вас это, значит, он уверен. И, к сожалению, бывает такое, что лечат совсем другое, что-то пропускают, на что-то не обращают внимания. Поэтому, это всегда держите в голове, что, к сожалению, если вам лечение не помогает, иногда лошади на переправе нужно сменить. Второй взгляд всем нужен. И мне иногда нужен, и это нормально. Каждый врач может ошибаться. Каждый. Чем более крутой специалист, тем реже он ошибается. Но ошибаются абсолютно все. И иногда, если вы видите, что эффект от лечения нет, и специалист даже, может быть, суперкрутой, вы, может быть, уйдете от него, а самый простой уролог в поликлинике какой-то вам поможет. Часто бывают истории, ребята обращаются в урологию, и в большинстве случаев говорят, ну, в общем, что-то нашли, все, антибиотики прокапаем, капельницы прокапаем. Есть какой-то индикатор, когда надо прокапаться, а когда нужно, ну, сходить еще в несколько мест и перепровериться. Ну да, у меня на сайте, вот на про докторов есть отзывы, там забавные, что там 10 лет лечили одно, ко мне пришли, я вылечил. Такое бывает. Но все-таки с большим числом пациентов, обычно даже врач, достаточно легко должен справиться. Но есть сложные пациенты, есть сложные пациенты, непростые, кому действительно вот нужен особый подход и какие-то особые знания. Именно вот этими количествами небольшими пациентов отличаются суперкруцист-специалисты от обычных специалистов. Поэтому очень важно протоколы. Вот есть эти все гайдлайны, вы можете сами их смотреть. И если вам в 5, в 6, в 7 местах предложили определенный вид лечения, который везде бьется по протоколам, а в 8-м им что-то предложили другое, это не потому, что врач какой-то 7-5, это возможно какая-то идет осебятина. К сожалению, лучше, поверьте мне, лечиться по стандартным протоколам. Сейчас это все есть, поэтому лечитесь по стандарту. Это тоже мой совет. А как понять вообще? Люди же... Вот я сейчас слышу это впервые. То есть я ходил в разные врачи, по революции, там же не написано на двери, этот врач работает по стандартам. Как это понять? С этого года, с начала, врачи обязаны работать по стандарту Минздрава. Ты не имеешь права лечить пациента не по стандарту. И если ты лечишь не по стандарту Минздрава, ты нарушаешь по сути закон. Все препараты разные. И кто бы вам не говорил, что все препараты одинаковые, они все разные. Простой пример, который вы часто в своей жизни встречали, когда вы летите за границей, покупаете препарат от той же иностранной компании, которая продает этот препарат на нашем рынке в России. И он там, это обезболивающее, работает лучше. Почему? Потому что качество сырья, производство, технология, это все, к сожалению, допуски разные для внутреннего рынка и для внешнего рынка. Второе, помимо фирмы, которая производит этот препарат там и здесь, есть еще аналоги, так называемые дженерики, либо наши аналоги. К сожалению, надо говорить все как есть. Где-то наши препараты лучше, где-то хуже. Но если вам говорят, что все абсолютно одинаково, это не так. Есть препараты, действительно, которые отличаются в лучшую сторону, есть в худшую. Поэтому почитайте отзывы. И когда вам говорят, не важно, что купить, почитайте отзывы. Про каждый препарат можно почитать, что этот работает, не работает. То есть это самый лучший тест. Не принимайте отказ на словах. Я выписываю часто пациентов, которым делаю достаточно большие сложные операции. Например, из недавнего я выполнил лапароскопическую циспростат-физику локотомию. По стадии я посчитал, что нужна химиотерапия. Ну, почему я посчитал? Гайдлайн посчитал. В книге тоже так написано. Я собираю консилиум в учреждении, пишу, надо, положено, и все. Отправляю с полной уверенностью, что человеку проведут химию. И часто на местах людям отказывают. Бывает, да, действительно отказывают. Я не говорю, что в Москве, слава богу, с этим строго. В периферии куда-то отправили, говорят, а вам не надо. Вам не нужны гормональные препараты, вам не нужна лучевая терапия. Я говорю, а где бумага? Нету ничего. Вот это очень важное правило, и оно действует абсолютно везде. Всегда, если вам отказывают в какой-либо медицинской помощи, в операции, в госпитализации или еще в чем-то, не надо на словах принимать, что мы вас не положим или еще что-то. Если там вопрос пахнет скандалом, или вопрос стоит о получении жизненно важного препарата, и вам на словах пытаются отказать, пожалуйста, получите письменный отказ. Часто бывает, в 50% случаев, когда вы просите письменный отказ, они не могут вам его дать, и им приходится вам давать препараты. Какие это могут быть типовые ситуации? Где-то какой-то сложный пример рассказал? Простой пример. Есть свои пациенты, есть не свои пациенты, они колют только своим. А свои-то какие-то? Не знаю, какие-то блатные видимые, которые их благодарят. Врачи разные есть. Разные есть. И простой пример, тоже мы негодяя одного там излечили не так давно. Мы, когда делаем брахиотерапию, мы выписывали и рекомендовали пациенту гормональные препараты. Я смотрю, они не работают. Он говорит, а вам укол делали? Да. Говорит, вот живот, укол, как положено. А в итоге мы анализы сдали, посмотрели, увидели, что препараты-то не делали. Оказалось, что возможно этот препарат он где-то на стороне человеку без страховки, без медицинского полиса уже за личное какое-то вознаграждение продавал. А кто уколол? Кто где-нибудь там? В поликлинике. Ну, как бы мы там уже прижучили этого товарища. Профессор ли лечения? Восходство лечения в поликлинику своему укололи не то? Я не знаю, что укололи. Такое ощущение, что физраствор. Такое тоже бывает. Это редкие случаи. Это вот по пальцу пересчитать, но мы никогда не оставляем это без внимания. И с такими врачами мы всегда доводим дело до конца. Правило номер 10. И сотрудники учреждения, и руководитель учреждения, да и сам пациент заинтересован во время конфликтной ситуации в том, чтобы она разрешилась внутри учреждения. Вот эти все крики я буду жаловаться, в итоге закончится это отписками какими-нибудь, вы ничего не получите. Но учреждению это большой геморрой, если не дай бог куда-то дойдет все-таки, суд, если будет. Если есть конфликтная ситуация, поверьте мне, больше всех заинтересован, чтобы это осталось на уровне отделения или какой-то поликлиники, именно руководитель структурного подразделения. Поэтому идите в кабинет заведующего, идите в кабинет заведующего поликлиника, иногда даже главврача. И по-человечески, не с угрозами, потому что не любят руководство вот эти угрозы. На принцип иногда идут. Идите судить. Если по-человечески прийти и сказать, я как бы все понимаю, мы приехали, а нас не госпитализируют. Не госпитализируют, потому что с врачом друг друга не поняли. Или я так, так получилось. Водите в положение, поверьте мне, мы всегда пойдем навстречу. Если к нам, как к людям, мы же не только врачи, мы люди в первую очередь, то мы всегда пойдем навстречу, услышим, поможем. И поэтому, если есть какая-то конфликтная ситуация, решайте ее на уровне учреждения. Хуже всего, что я не понимаю, когда пытаются решить какую-то конфликтную ситуацию через какие-то жалобы, куда-то в Росздравнадзор пишут, еще что-то, и в это же учреждение потом госпитализируются. И вот он ложится в отделение, какой-то там, допустим, онкологический стационар на операцию, на которых там жалоб накатал кучу. И он не понимает еще один пункт. Пункт называется «Все врачи-люди». Они умеют обижаться, они умеют иногда не гадости делать, а пользоваться тем, что он будет делать все по букве закона. Он будет делать как положено. Вот как положено. Не как он к чему-то пришел за годы практики. Здесь что-то оптимизировал. Здесь он будет вот ах-так, там, или там два лейкоцита в моче увидят, а вас нельзя класть. Идите пейте антибиотики. Вы пьете две недели антибиотики, приходите, показываете анализ, опять нестерилен. Еще пейте, я не могу. То есть он, в принципе, мог бы закрыть на это глаза, положить, потому что у человека там, ну камень, он с этой трубкой ходит. А он вот на принцип идет. Тот на него написал, и он говорит, ах-так, вот, и он просто, то есть придирается к тому, на что он, в принципе, закрыть глаза. Он не нарушает закон. Он как раз-таки супер правильно его исполняет. Но пациента он замучает. И таких историй полно. Поэтому не надо писать жалобу на врача, куда он придет лечиться. Это тоже один из советов. А правда ли, что если попасть, в короче, через какого-то знакомого по рекомендации или с каким-то там, не знаю, подарком, что-то еще, то можно получить сильно лучший прием, лечение и так далее. Так вот многие люди еще старых поколений уверены, что по-другому вообще нельзя идти на прием. Ко всем отношениям должно быть одинаково. Я считаю, что хорошего врача от плохого отличает не только уровень знаний, мануальных навыков, что он может вылечить или не может вылечить, а в первую очередь его человечности и отношения. И ваше отношение, это я к коллегам, наверное, обращаюсь, к вашему пациенту не должно упираться в какие-то вещи, во что он одет, какие у него часы, какой у него телефон. Так профессия такая. Ну, вы в ней, кстати, можете хорошо зарабатывать и честно, и на машинах хороших ездить, и у нас отличные условия в нашей стране есть все для этого. Но для этого нужно честно, правильно, хорошо работать, наработать репутацию, и к вам будут лететь люди и добровольно в частном секторе платить. Но если вы выбрали, допустим, государство медицины, вы работаете, отдаете долг обществу, не надо заниматься вымогательством, не надо к человеку, который может вас поблагодарить. В нашей РАШе, помнишь, вот это бесплатный пациент и платный пациент? Ну, этого не должно быть. Если ваш уровень благодарности либо там обещания врача как-то могут повлиять на то, насколько хорошо, насколько правильно, быстро и качественно вам сделают операцию, бегите от этого врача. Это не врач. От такого врача надо бежать. Пункт 11. Каждый силен в чем-то. Я, например, несмотря на то, что у меня отделение занимается, в принципе, всей онкоурологии, я не занимаюсь перкутанной хирургией и мочекаменной болезнью. Не занимаюсь, не хочу этим заниматься. Я занимаюсь хирургией, то есть я именно оперирую. Но часто, с чем я сталкиваюсь, приходит на прием к какому-то светиле и приходит какой-то там тоже нужный человек, какой-то там известный чиновник, артист, и вот ему надо его прооперировать, чтобы сказали, что вот это он оперировал, это я. И вместо того, чтобы честно сказать, друг мой, я этим не занимаюсь, этим занимается вот мой коллега, идите к нему. Или вот это занимается вот в том учреждении через дорогу, идите туда. Все пытаются на себе замкнуть этого крутого пациента. Ничем хорошим это не заканчивается. Безусловно, можно сделать операцию, имея там базовые хирургические навыки, даже ту, которую вы никогда не делали. Но хорошо, потому что, что такое хороший хирург? Это хирург, который оперирует. Часто, много, по-другому не бывает. То есть, если вы делаете эту операцию раз в год, вы хорошо ее делать не будете. Есть такой вопрос у людей. Бывают нужный специалист принимают в разных клиниках в разные дни. И там могут быть разные цены на прием. Как понять, какую из них к нему обратиться? Там, где дешевле. Да какая разница? Он тебе квалифицированную помощь окажет везде одинаково. Я вот работаю здесь. Если на мой сайт зайдешь, посмотри, что онкология бесплатна, вне очереди, все, пожалуйста, в чем? А люди, которые ко мне записываются по вопросам антиэйджа, биохакинга, еще чего-то, ну да, они платят. И что ты думаешь, я те, кто заплатил хорошо, а тут ты плохо? Да нет. Вообще никакой разницы нет. Ко всем одинаковые отношения. Саша, ты не можешь свою работу делать плохо от того, что тебе меньше платят. Но если это так, то ты сволочь. Пункт 13. Не говорите врачам. Вот Саша не даст соврать. Ты мне вот что сказал по поводу второго мнения? Или там доктор ко мне заходил? Я, говорит, нормально отношусь ко второму мнению. Ну, пациент хочет сходить, ну, у тебя проконсультировался еще где-то. Я это, кстати, посоветовал, один из советов. Ни в коем случае, если особенно вы у какого-то светила, ни в коем случае не говорите, что вы куда-то еще пойдете что-то перепроверять. И ни в коем случае не говорите, что вы у кого-то уже были и пришли. Все вот эти большие, крутые спецы, они любят, чтобы на них прям молились. Если вы придете, скажете, что, знаете, я там консультировался в Германии, в Израиле, там меня вот еще ваш коллега, а вы знаете такого? Хорошие, а вот я еще решил перепроверить, все, как бы, нормальной консультации не будет. Она будет такая, что вы не захотите никогда в жизни у него оперироваться. И вы не придете, не получите то, зачем вы пришли, реально за вторым мнением. И иногда это может быть закончиться даже скандалом, реально, это может быть такой неприятный разговор. Поэтому пришли, не говорите, что вы после кого-то и не говорите, что вы... Сделайте это тихо. Скажите спасибо, если операция, то только у вас, ну, записанного к кому-то, идите, проконсультируйтесь тихо. И тому тоже не говорите, что у вас кто-то консультировал. Еще один совет, пункт, который выходит из этого, пересмотры. Вот бывает, гистология приходит, ну, не только гистология, ультразвук. Или там говорят, а у меня камень нашли. А он говорит, а у вас камня нет в почках. Что нужно сделать? Нужно, наверное, пойти в другом месте пересмотреть, перепроверить. Самая главная ошибка, это как в суде, приносят решение первой инстанции. Говорят, вот. Они смотрят, ну, как мы, говорят, можем отменить решение первой инстанции. И пишут, все то же самое. Ну, там что же не дураки вроде, ну, зачем там гистологию по-другому писать? Ну, как бы, напишем, как есть, примерно так же. Что я рекомендую? Диски на пересмотр относите, гистологию на пересмотр относите, ультразвук где-то делайте. Не говорите, или с лечением каким-то приходите, не говорите, что вы где-то показывали, не давайте ориентир. Даже если там четко достаточно диагноз написан, скажите, я потерял пересмотр, или у меня нет описания. Не давайте им ориентир прицел. Пусть максимально независимо, не имея какие-то ориентиры, оценивают ситуацию. Поверьте мне, это только в ваших интересах. Не лайфхак, а такая, наверное, шутка, совет. Все говорят, что не существует черного списка пациентов. Не надо думать, что если вы придете в какое-то учреждение, уйдете оттуда громко, хлопнув дверью и испортив отношения со всем коллективом, что о вас не будут знать другие коллеги. Очень много всяких сообществ, клубов, ватсап-групп, где прям вот откровенные нехорошие люди, которые как-то нехорошо поступили, они отмечаются, так скажем. Когда к нам поступает пациент, который почему-то лечился, 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 и вдруг перестал лечиться, и который не может объяснить, почему он вдруг поменял врача, или что там, мы практически всех знаем друг с другом на звонке в одном и том же городе легко. И мы всегда знаем, что после кого-то пришел, потому что считается этически правильным, если ты после кого-то оперируешь кого-то, этому врачу позвонить. И поэтому не нужно думать, что если вы с хирургом испортили отношения или повелись некрасиво, что тот, к кому вы придете потом, о вас не узнает. Скорее всего, новый доктор свяжется, потому что считается очень дурным тоном, это такая, знаешь, хирургическая этика. Если кто-то прооперировал, или я прооперировал, и пациент почему-то куда-то всегда там так, адезарь оперировал, позвонить, привет, привет, Саша, что там, как, почему. И наоборот тоже считается правильным. Или даже если на консультацию пришел, типа второе мнение, мы всегда такой, за преемственность. Поэтому черный список, его как бы по факту нет, но на самом деле он есть. То есть есть такой прям круг пациентов, куда можно попасть, а вас весь город узнает о том, что вы себя очень нехорошо ведете. Бывают очень нехорошие люди. Прям очень нехорошие люди. Надеюсь, вы не такие. Пункт 15. Иногда вы чья-то первая операция. Даже если вы пришли вроде бы в солидное учреждение, к хорошему специалисту, но вот пришли с улицы условно, из серии, кто будет оперировать, тот и будет оперировать, иногда вы чья-то операция. Потому что хирурги, они всегда на ком-то учатся. На ком-то учатся и какие-то этапы выполняют, либо полностью операции. С ординатуры молодой врач должен уже выйти, умея оперировать, поэтому вы подписываете согласие, по факту госпитализируясь, на то, что этот учащий тоже имеет, так скажем, доступ к телу. Вместе не надо думать, что он пойдет оперировать, а профессор пойдет чай пить. Нет, не так. Вместе, но какой-то этап, либо даже часть операции можно доверить сотруднику, и вы будете обучать человека, то есть каким-то этапом. Это называется ординатура. Человек не может теоретически все научиться, а потом получил диплом специалиста, сертификат, и начал уже самостоятельно оперировать. Так не бывает. Поэтому иногда вы чья-то первая операция. Об этом надо помнить. Если вы все-таки идете с чем-то сложным, с чем-то непростым в какое-то учреждение, мой главный совет, исходящий из этого последнего пункта, он. Потому что если вы не попросите, это не значит, что вас будет оперировать только тот, кто делает это хорошо и на потоке. Иногда вас будет оперировать тот, кто хочет поучиться делать эту операцию. Прибывает открываешь сайт, много-много докторов, выбираешь по направлению и так далее. Есть рейтинги. На них вообще можно операться или нет? Слушай, на некоторых можно. Например, про докторов чем он хорош, что ты не можешь отзыв оставить, если ты не прикрепляешь заключение, то, что вот выписка, ты бы лечился. И поэтому ты не можешь зайти и просто гадость написать. Ты когда, в каком случае напишешь отзыв? Когда-либо ты супердоволен, поэтому отзывы всегда либо единица, либо пятерка. Особенно надо помнить, что онкологические пациенты это пациенты с пострадавшей психикой и к ним мы относимся, конечно, с пониманием. Приходит к пациенту, он, конечно, скандалит, ругается, шипит на тебя, иногда ему там жить, ну как так его не могут вылечить? Мы лечим многое, хорошо лечим, но не все. И когда такой пациент, он уже, знаешь, это крик боли. Ну как же так? Почему я? Ну почему я? Я там молодой, почему я? Мы с пониманием. Но есть, конечно, пациенты, которые не объективно себя ведут, и там вопрос не в онкологии, а просто человек банально невоспитанный. Еще такой вопрос в продолжении. Там же выбираем, например, специалиста, к кому обратиться, насколько играет роль горды опыта и, например, ученая степень. Ученая степень показывает то, что ты умеешь работать с научным материалом, то, что ты исследователь, то, что ты можешь писать статьи, то, что ты можешь производить какие-то выводы, работать со статистикой, но ты при этом скальпель мог видеть в последний раз в своей жизни 20 лет назад в учебнике. Когда ты приходишь к профессору, профессор это ученая степень, это не квалификация. Человек может не быть профессором, быть хорошим хирургом. Может быть, наоборот. Идеальный вариант это когда он оперирует и при этом он профессор. Это прям крутое сочетание. Мой, наверное, главный посыл, потому что вот эти все инструкции, которые я дал, их можно по-разному использовать. Наверное, главный посыл понимать, что врачи, во-первых, в первую очередь настоящие врачи, они всегда на вашей стороне. Во-вторых, основная цель врача это подарить вам здоровье. Он не враг, это не человек, который пытается вас обмануть или сделать как-то свою работу и его вынуждают. Настоящий врач, это человек, чье это призвание, он от этого получает удовольствие. И для него нет больше награды, чем сделать свою работу хорошо. И для меня, например, главный критерий при выборе сотрудника это чтобы он был хорошим человеком. Мне кажется, много чему можно научить делать руками, можно много чего прочесть, но если вы по своей натуре не очень хороший человек, вы лечить не сможете по-настоящему. Это мало кто в это верит и мало кто в это вкладывает какие-то значения, но для меня очень важно. Если вот эта доброта в вашем докторе есть, она светится, изнутри вы ее видите и вот у таких врачей надо лечиться, у добрых, у хороших, которые к вам тянутся. Поэтому, друзья, найдите своего врача, пусть он дарит вам здоровье, а вы будете ему благодарны и любить его. Всем хорошего дня!